колесо жизни прямо сейчас мы с вами поработаем и сделаем с вами это важное и очень интересное упражнение возможно вы его уже делали раньше и называется это колесо жизненного баланса если делали сделать еще раз это тот случай когда повторение обязательно и полезно у вас будет кстати возможность сравнить прошлый опыт и нынешний возьмите чистый лист бумаги просто рисуем круг и делим его четыре раза пополам как это сделал я вот теперь центр круга будет . 0 а каждый радиус который уходит из центра окружности до ее диаметра будет шкала которую мы с вами пронумеруем и сделаем 0 и 10 соответственно в центре . 0 по краям каждый радиус упирающийся в диаметр будет 10 я сейчас это делаю рядом с вами прямо сейчас и вот у нас так получается десятки по краям и 0 в центре таким образом мы с вами ввели градиент 0 и 10 когда 0 это минимальное значение а 10 это максимальная дальше мы с вами подпишем каждую из сфер каждый сектор вашего круга будет иметь определенное название и будет описывать одну из частей вашей жизни а теперь наша задача из каждый из названных секторов оценить в той степени удовлетворяемые и реализации насколько мне это нравится насколько моя жизнь полна именно в рамках этого сектора как вы будете оценивать сферы вашей жизни и так вы помните центр . 0 на краю десятка 1 2 или 3 от единицы до трех это критическое значение это значит вы совсем не удовлетворены ваша жизнь все очень плохо с 4 до 7 это нормальное положение дел 8 9 вы удовлетворены ну и десятка конечно будет характеризовать достижение вами полного удовлетворения на сегодняшний день в настоящий момент жизни именно в этом секторе чтобы оценить свое развитие в той или иной сфере и поставить себе адекватную оценку я рекомендую использовать вам следующие вопросы которые я сейчас вам расскажу технология наша следующая мы отвечаем на вопросы и ставим оценки от 0 до 10 давайте начнем первый сектор это здоровье эту сферу жизни стоит поставить под номером один потому что если здоровья нет то все остальное сильно страдает у вас быть у вас может быть сколько угодно денег но есть нет здоровья то богатство не радует это именно та сфера которая особенно сильно влияет на все остальные отвечайте на вопросы и адекватно оценивать следующий сектор это финансы уровень вашего дохода все ваши сбережения движимое и недвижимое имущество ваши долги ваши обязательства перед другими людьми и обязательства других людей перед вами вам ваши драгоценности и бабушкин сундук конечно же тоже оценим свои финансы достаточно ли вы зарабатываете увеличился ли ваш доход за последнее время умеете ли вы сохранять и накапливать свои деньги есть несколько вопросов отвечайте на них и получайте адекватный результат от 0 до 10 третий сектор вашей жизни это карьера признание вас как профессионала ваши карьерные достижения ваша амбициозность ваше удовлетворение от работы сложность выполняемых вами задач отвечайте на вопросы и ставьте себе адекватную оценку удовлетворенности вашей карьеры на сегодняшний день 4 духовность сюда же относятся все вопросы связанные с творчеством хобби которые помогают вам вашим духовном росте куда устремить он ваш внутренний взгляд когда вы наедине с собой во что вы веритесь кому и чему вы молитесь тогда когда вас никто не слышит пожалуйста вот вопросы отвечайте на них и ставьте себе адекватную оценку спасибо за просмотр! следующий круг это друзья это ваш ближний круг отношений следующий за вашими родственниками и самыми близкими людьми люди которые вам близки но не является вашими родственниками зато вы можете по настоящему раскрываться и с ними чувствовать себя собой и поделиться самым сокровенным отвечайте на вопросы и ставьте себе адекватную оценку яркая жизнь это последний замыкающий сектор вашей жизни яркой жизни вполне реально регулировать можно прикрутить регулятор яркости поярче или наоборот сделать потемнее регулируется яркость правда не ползунком на экране а реальными вашими поступками принятыми решениями и степенью готовности влиять на свою жизнь пожалуйста отвечайте на вопросы и смотрим на тот рисунок который у нас с вами получился в результате теперь давайте посмотрим что у вас вышло на каждом секторе у вас стоит точка с оценкой соедините эти точки прямыми и у вас получится какая-то фигура если у вас много цветных фломастеров можно взять кстати у детей попробуйте заштриховать каждый сектор определенным цветом и у вас будет более наглядная картина я покажу примерно как это получается у меня и вы сможете сделать примерно то же самое вот так например поэтому как только у вас получился заштрихованные сектора давайте теперь оценивать а что же у нас получилось теперь посмотрим что у нас вышло если получившаяся фигура и вот эти линии которые соединяют между собой отрезки близка к кругу то поздравляю у вас все очень хорошо вашей жизни возможно преобладает гармония если вы видите провалы особенно глубокие то это говорит о необходимости изменений ваших разных областях жизни у вас есть вопросы значит есть над чем работать придется покинуть зону комфорта и начать усовершенствовать наша задача так расширить эти зоны чтобы получился круг но подождите посмотрите внимательно и найдите из всех восьми секторов именно тот сектор изменения в котором сразу повлекут за собой изменение к лучшему во всех остальных секторах это векторный сектор вашей жизни проведите проверку посмотрите конкретно как изменения в одном секторе могут повлиять на изменения в каждом из ваших секторов бывает что мы пребываем в иллюзии например что увеличение объема работы серьезно улучшит ваше финансовое положение так ли это или не так возможно что усиленная работа улучшит ваши отношения с мужем с друзьями а может быть на это хорошо повлиять сектор здоровье или яркой жизни в этом шаге вам необходимо проверить экологичность ваших усилий в одном направлении который влияет на другие сектора когда вы выбрали ведущий сектор тот изменения в котором приведут к росту других сфер вашей жизни то вам становится понятно что сейчас нужно прикладывать усилия именно в этом в одном направлении не распыляясь на все сразу почему потому что это сможет дать значительный эффект поэтому ответьте себе на вопрос после того как вы выбрали этот сектор какие три первых шага которые вы сможете сделать в самое ближайшее время чтобы сдвинуть эту область своей жизни и соответственно сдвинуться все остальные пусть эти шаги будут такими которые вы можете сделать в самое ближайшее время я поздравляю вас вы проделали отличную и важную часть вашей работы вы посмотрели на свою жизнь проанализировали ее нашли то что для вас сейчас важно и поняли какие изменения в вашей жизни можно провести прямо сейчас вы определили первые шаги и это тоже очень важно поскольку задача первых шагов запустить процесс изменений начать волну изменений дальше и стратегии пути могут меняться но важно начать что-то делать выбранном направлении об эффективности этого упражнения вы можете даже не думать его в своей жизни применяют миллионы людей от простых до звезд главное постоянно работать с ним и анализировать свою точку а на сегодняшний момент ставить правильные цели для достижения точки б завтра и исти по пути от точки а к точке б благодаря этому пути вы перестанете плыть по течению останется капитаном своего корабля под названием ваша лучшая жизнь повторю колесо жизненного баланса это отличный инструмент для того чтобы осознанно развиваться во всех сферах своей жизни быстрее эффективнее чем это делают другие люди и главное делать его регулярно